друзья всем привет в прошлом ролике мы говорили про стоимость кухонной столешницы а в этом ролике мы будем говорить про фасады и их стоимость от этого тоже зависит стоимость кухонного гарнитура у нас здесь четыре варианта каждый рассмотрим поговорим об особенностях и сколько стоит каждый из них мне сегодня помогает опять мария руководитель кухонного салона студии почему кухонного просто мебельного вы же любую мебель делаете мы просто говорим про кухню так что если захотите заказать себе мебель на заказ кухню в частности то обращайтесь ссылочка будет внизу поехали итак заказывая кухонный гарнитур мы приходим в салон и начинаем рисовать самую прекрасную кухню на свете правильно а потом удивляемся цене ёлы-палы вы что космический корабль мне продаете вы что вы с ума сошли да давайте поговорим про стоимость этих материалов и их особенности из чего можно сделать кухонный гарнитур вариантов по фасадам их может быть много от скажем более дорогих более оптимальным бюджетным материалом здесь у нас представлены шпон это мдф покрытая натуральным шпоном мдф в амалии покрытая малию мдф пленки пвх и лдсп и лдсп в принципе друзья вы видите как выглядят эти материалы чтобы понять что это такое и их пощупать вам лучше всего прийти в какой-то мебельный салон или кухонный салон практически у всех эти материалы предоставлены давайте начнем самого простого и на примере вот этого острова мы будем сравнивать их по цене только с учетом фасадов без столешницы про столешницу мы говорили в прошлой серии кому интересно ссылочка будет здесь посмотрите итак первый фасад это дсп это самый простой самый доступный самый бюджетный самый скучный вариант честно говоря я вообще не знаю кто делают фасады из дсп но все-таки делают и делают ради экономии но также у них принципе есть хорошие декоры поэтому это все возможно и так дсп внутри прессованная стружка сверху ламинация по краю заклеена кромка лично мне что не нравится в дсп это то что мы видим вот эту кромку она чернит как правило мы видим вот эту толстенькую кромку и она выдает то что это все-таки ну достаточно дешевый материал дсп тем не менее он достаточно устойчивый в принципе к различным воздействиям да его можно мыть он боится влаги то есть как бы самый такой момент минус в дсп фасадах это влага потому что кухня это все равно такой активный рабочий момент вот тут мы и у нас и пар идет и вода идет если попадание на будет на кромку то она со временем сожалению разбухт особенно это касается тех фасадов которые будут нависать над рабочей поверхности представьте что здесь стоит чайник вы его включаете пар все время поднимается кверху он начнет взаимодействовать вот с этой частью фасада с кромками и вот здесь со временем скорее всего начнет происходить разбухание то есть там стружка начнет набухать и вам придется рано или поздно эти фасады заменить то же самое с фасадами которые будут внизу находиться если мы ушли и забыли про кружку которая упала прокинулась и вода льется вода может литься прямо по фасадам и соответственно тоже вызвать вот это вот разбухание хорошо тем не менее сколько будет стоить вот эта кухня из дсп с фасадами дсп она будет стоить примерно 150 тысяч рублей друзья вот этот остров вот эти три колонны и вот это вот замечательная кухня будет стоить 153 153 или просто 150 150 с машей можно договориться целых 3000 рублей я только что сбил 150 тысяч рублей цвет может быть любой может быть по дерево на полную под камень если коры при этом много ну и отлично ну вот смотрите друзья как это может выглядеть вот таким образом практически ничем не отличается ну кроме того что через годик-полтора у вас фасады разбухнут может быть а может быть и нет переходим к следующему варианту отделки фасадов это пленка да это мдф пленка что это такое это мдф собственно покрыта сверху пленка пвх запросована то есть внутри уже не дсп внутри мдф которая обтягивается пленкой и вот то что здесь вы фрезерована это тоже все обтянута пленкой правда конечно а это может быть гладкая это может быть с рисунком все что угодно может быть цвет любой любой разный однотонные под дерево фактура в чем плюс пленки перед без конечно ну во первых то что основа идет мдф этот раз пусть как бы тоже более стойки то есть когда вот такая дверка у нас будет сверху чайник снизу пар не будет воздействовать на эту пленку пар может если направление пара будет конкретно на кромку есть опасность то что кромка пленка сама может начать отходить то есть допускать именно прямого воздействия пара конечно не нужно вот но плюс то что это более защищенный материал плана защищена перед дсп у него уже может быть какая-то фрезеровка различная больше декоров у него нету кромки которая здесь вот так вот закруглено как бы за овалена и мы не видим действительно вот этой кромки которая на дсп а также здесь есть дополнительный рисунок филеночка такая дсп так нельзя невозможно хорошо а какие еще есть преимущества или это все это все что вы хотели от пленки в конце концов она делается под вакуумом да насколько я понимаю то есть там такой аппарат и готовы но я примерно передал как это происходит друзья и так пленка в принципе вполне себе достойно выглядит на мой вкус гораздо лучше чем дсп потому что мы не видим никакой кромки дсп очень сильно выдает кромка эта катастрофа и плюс мы имеем возможность какие-то дополнительные декоры получить на фасадах вот таким образом это может выглядеть на фасаде а стоимость стоимость данной куртки с финалами в мдф пленки пвх будет 210 тысяч рублей 210 тысяч рублей то есть в дсп она стоила 150 в пленке 110 210 210 это без столешницы друзья идем дальше следующий материал это мдф покрытой эмалью это тот же самый мдф который мы видели под пленкой но покрытый эмалью же покрытый эмалью это грубо говоря покрашен покрашен маша рассказывай что такое покрытие краской или я неправильно выразился лакокрасочная покрытие да ты сначала шлифуется грунтуется носится эмаль потом затем все уже покрывается лаком на самом деле я видел этот процесс он происходит в несколько этапов сначала отшлифовали потом загрунтовали потом опять отшлифовали потом опять загрунтовали опять отшлифовали потом покрасили отшлифовали опять покрасили опять отшлифовали и опять покрасили то есть таких операций чем больше тем лучше становится поверхность чем больше экономит на этих операциях тем поверхность выглядит хуже она может выглядеть как с такими небольшими разводами если она глянцевая то может создавать эффект такой шегрени у меня один товарищ называет такую поверхность целлюлитом или апельсиновой кожей в чем прелесть таких фасадов внешний вид во первых то есть он уже выглядит более дорогим более красивая фактура у него она может быть как шелковисто матовая абсолютно матовая зероглос 0 процентов глянца глянцевая но может быть софт-тач эффект такой как что такое софт-тач эффект такой как резины как чехол на телефоне часто бывает то есть вариантов много и внешний вид у него очень достойный ну да если мы сравниваем с пленкой достаточно взять в руки потрогать и сразу же различия чувствуется что называется невооруженным взглядом но для этого нужно прийти в салон потрогать и посмотреть цвет может быть абсолютно любой миллион оттенков я так понимаю ну то есть паралу пансиес паралу да аппарат мы выбираем все что можно краситься со всех сторон а может быть покрашен только с торца и с лицевой стороны для экономии правильно да то есть можно покрасить как с обратной стороны так можно покрасить такой рисунок может быть любой все что угодно можно выфрезировать но и в целом конечно а этот фасад смотрится более достойным более элегантным я бы так сказал хорошо стоимость стоимость данной кухни с фасадами ломания будет 350 тысяч рублей 350 тысяч рублей маша какие же есть плюсы у покрытия краской уже более влагостойкая потому что еще более да конечно потому что тут как раз вот боясь пара который который боится пленка допустим это открытый дыховой шкаф да там долго стоит или это чайник который направлен на фасад тоже эмаль она уже не боится этого переведем если вы используете фасады которые крашены вы можете включать чайник под этим фасадом и там ничего не отслоится не разбухнет не отклеится как фасаде с пленкой и как в дспшном фасаде с кромкой правильно этот более устойчивый более устойчиво но конечно тут она все равно следить за своей кухне и следить за фасадами чтобы тоже не допускать скопления влаги то есть все таки а влаги он немножечко боится конечно если будет микротрещина или микроудар какой-то вы его даже можете взглядом не увидеть но он будет и там постоянная влага на него конечно может начать бухнуть тогда следующий вопрос как нужно ухаживать за этими фасадами и вообще чего они боятся например крашеный фасад царапин боится да они боятся царапин и сам их враг это абразивные моющие средства это порошки это какие-то губки которые царапаются то есть микрофибра жидкий майный раствор все будет отлично то есть я правильно понимаю что он более нежный нежели фасад из пленки немного более нежный потому что он покрыт краска покрыт лаком то есть ее можно поцарапать до проживание пленку поцарапать сложнее и и тоже возможно поцарапать но когда немножко посложнее но какой минус пленка царапается все уже ничего цена изodus и мать можно отреставрировать можно отреставрировать а если мы возьмем дсп-6 нельзя отреставрировать а поцарапать можно Царапать возможно, но сложнее, на самом деле, чем пленка ПВХ. И сложнее, чем эмаль? Да. Ну и, конечно же, сложнее, чем шпон? Да, конечно. Так получается, это прекрасный материал, если мы его поцарапать не можем? В плане царапинга, как бы его поцарапать мы тоже можем, при желании, смотря как царапать. Но он плохо чем? Он может сильно разбухать. То есть для кухни это самый главный минус, в общем дело. Ну и также внешний вид. 150 тысяч рублей. 210 тысяч рублей. 350. 350 тысяч рублей. Раз. 350 тысяч рублей. Два. 350 тысяч. Что, никто больше не даст, что ли? Ну, давайте. Кто больше даст за такую прекрасную кухню из эмалевых фасадов? Кстати, посмотрите, как будет великолепно смотреться этот фасад на данном острове. Это стоимость без столешницы и без техники. Мне кажется, многие скажут, да вы офигели что ли? Кухня 350 тысяч, Маша 350. А если мы прибавим вот эту столешницу, это еще 170? Да. 480 тысяч рублей за кухню. Карл! Как? Ну а что делать? Хочешь вкусно готовить? Наслаждаться внешним видом, будь готов потратить деньги. На этой позитивной ноте переходим к следующему материалу. Это? Это МДФ в шпоне. МДФ в шпоне. Это натуральный шпон. Можно я сразу спрошу про стоимость? Стоимость на самом деле шпона примерно идентична стоимости кухни в эмале. Но зависит от натуральный шпон, он зависит от, что за дерево на нем. Там дуб, орех. Слава Богу, я думал сейчас Маша скажет 550 тысяч за кухню. Маша, спасибо тебе. Стоимость-то не так уж и дорога. Но судя по тенденции 150, 210, 350, я ждал уже за 500, так это знаете тысячу. А оказывается она столько же, сколько эмаль. Прекрасно. Продолжай. Чем хорош шпон? У него натуральная текстура дерева. То есть ты уже смотришь не на имитацию, как на ДСП, допустим, пленки БВХ, а смотришь по факту, например, данный фасад это дерево айвори. Помните фильм Дританьян и Портос? Когда Дританьян сорвал с Портоса плащ, а у него на красивой ленте сзади была веревочка. Ну сэкономил парень-то. Здесь тоже веревочка. Но ничего страшного, фасады-то будут красивые. И это 350 тысяч, а будете заклеивать с этой стороны, сколько будет стоить? Примерно процентов на 20 дороже. На 20% дороже? Всего-то! Так что не будьте Портосами. Когда откроете перед гостями, везде дерево должно быть. Я так думаю. Но тут люди задумаются, что им тут сэкономить или вот сюда лучше подороже. Мне кажется, сюда. Я бы тоже на самом деле на столешницу. Потому что все-таки столешница это важно. Это функционал, да. Вернемся к шпону. В чем его прелесть, кроме того, что мы имитируем натуральное дерево. Но даже мы не имитируем, это и есть натуральное дерево. Очень тонко срезанное, буквально там полмиллиметра. Мы его наклеиваем на МДФ, на кромочку наклеиваем. Очень аккуратно закруглены края. Все сделано очень здорово. Как он относится к пару от чайника? Он покрыт, конечно же, лаком. То есть поры могут быть как полностью закрытые, так и частично открытые. Что, собственно, дает нам фактуру дерева. Если мы полностью закрываем лаком, то он менее боится влаги, пара. Если мы часть поры оставляем открытыми, то, конечно, он уже все равно нужно быть аккуратнее. То есть лучше закрывать лаком? Мое мнение, что надо немножко поры оставлять открытыми, чтобы натуральное дерево, оно читалось. Чтобы не было гладкой имитации. Но, опять же, можно сделать и так, и так. Возможно, конечно. А что чаще заказывают у вас в салоне? Ну, видите, чаще заказывают то, что... Шпон или эмаль? Или пленку? Шпон, эмаль. Шпон, эмаль. А как это происходит? Когда пришли, посмотрели, пощупали, и тогда уже сделали выбор, да? Да, конечно. Мне кажется, это самое главное, потому что для хозяйки все-таки важно, как на ее кухне будет не только выглядеть кухня, но и как она будет на ощупь. Да. Итак, друзья, подведем итог. Мы рассмотрели четыре варианта. В зависимости от того, какой материал вы выбираете для того, чтобы использовать на фасадах вашего кухонного гарнитура, зависит стоимость. Правильно? Подведем итог. Так, на этот кухонный гарнитур, который перед вами, если мы используем фасады из ДСП, то вам придется отдать 150 тысяч рублей. Если вы используете из пленки, слезы. Если мы берем эмаль, 350 тысяч рублей. И если мы берем шпон, тоже 350 тысяч рублей, но все зависит от того, какую породу дерева вы выбираете и какой используете шпон. Итак, у нас получается разбег от 150 до 350 тысяч рублей. Плюс к этому не забывайте, что вам нужно будет оплатить отдельно столешницу. Плюс к этому не забывайте, что в кухне есть фурнитура. А это те направляющие, по которым выдвигаются столешницы. Открываются дверки. И это тоже важная часть. Я уверен, что каждый из вас хочет, чтобы его кухня служила верой и правдой долгие годы. Правильно, Маш? Вот вы какую фурнитуру используете? Мы в основном используем блюм. Потому что это одна из лучших фурнитур. Но еще есть хеттих? Тоже есть, тоже хорошая. Но мы как-то сторонники блюма. Итак, фурнитура. Обращайте внимание на нее. В зависимости от фурнитуры будет варьироваться стоимость кухонного гарнитура. Ну и последнее. Это техника. Да. Холодильник, духовой шкаф, микроволновка и все такое прочее. Это тоже очень сильно влияет на кухню. И ваша кухня может спокойно стоить от 300 тысяч до миллиона, полутора, трех до бесконечности. Не спешите закидывать нас помидорами, дорогие друзья. Сходите в Икею, сравните с их стоимостью. Я вас уверяю, что стоимость в Икее будет не намного дешевле, если вы все соберете в кучку и будете использовать те же самые материалы, которые мы сегодня рассматривали. Я не беру в расчет кухоньки. Вообще не представляю, из чего их делают. Друзья, понравился сюжет? Ставьте лайк, жмите на колокольчик и обязательно подписывайтесь на мой канал. А если вас заинтересовала кухня, то переходите по ссылке в гости к Марии и заказывайте ей. Мебель делают всегда исключительно хорошо. Наверное, у зрителей вопрос все-таки остался. Ну хорошо, как же мне придумать такую замечательную кухню? Остров, кухню. Ну чтобы все влезло, чтобы было красиво. Друзья, нужно прийти ко мне в школу. Для вас несколько бесплатных уроков там, в ссылке. Переходим? Редактор субтитров А.Семкин